Как поступить, если на банкете будет только один ребенок, которому три года? Выделять ли ему место за столом, стол будет один, свадьба небольшая, и как его развлекать и занимать? Ульяна, если ребенок только один, то заказывать на него меню не нужно, потому что, ну, вы можете заказать на него детское меню, но чаще всего, когда ребеночек один, тем более трехлеточка, он может покушать со стола родителей, то есть в этом проблем нет. Да, ему можно поставить дополнительный стульчик, ему можно поставить прибор, но меню на него заказывать необязательно. По поводу развлечений, когда, честно говоря, когда ребеночек один, особых развлечений, каких-то прям там супер-пупер для него не придумывается, ну, если уж совсем быть откровенной. Конечно, если есть желание, вы можете нанять аниматора, вы можете нанять няню, которая будет с ним заниматься. Ну, это, опять же, на ваше усмотрение лично, если есть желание, пожалуйста, можете это сделать. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Если желания нет нанимать няню или аниматора, то можно продумать, да, какой-то такой мини-уголочек, где он может порисовать, положить ему какие-то раскраски там и так далее, где он может покоить. Но, на самом деле, трехлетний ребеночек, он маленький, откровенно говоря. Ну, я не знаю, вот, насколько, просто все детки разные же, да, но я могу сказать, что в три года чаще всего дети не очень-то там самостоятельно чем-то занимаются. Обычно все-таки им нужно придумывать какое-то занятие. Поэтому, если нет человека, который будет с ним заниматься, аниматора, там, няни или какой-то специально бабушки, не знаю, специально приставленного человека к ребеночку, то редко, когда он там самостоятельно может себе придумать какие-то развлечения. Поэтому тут, если уж хочется помочь своим гостям, да, и сделать так, чтобы гости отдыхали в этот день, расслаблялись, то, безусловно, ребенку нужен какой-то присмотр, то есть какой-то дополнительный человек, который будет его развлекать. В общем-то, все просто.